Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую тему, как грудное вскармливание после проведения операции на молочных железах, то есть после мамопластики. Сразу хочу вам напомнить, что если вы пройдёте по ссылочке, которая припоминана к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Возможно ли кормление грудью после проведения мамопластики? Давайте разберём подробно на конкретных примерах, то есть на конкретных операциях. Первый пол операции – это увеличение молочных желёз, то есть когда минимальное воздействие на ткани молочной железы, просто устанавливаются имплантаты, за счёт которых меняется размер и форма молочной железы. Существует несколько доступов для установки имплантатов. Их три – переалялярный, то есть когда разрез происходит под ареолой или вокруг ареолы. Второй доступ – это субмамарный, то есть разрез под железой, субмамарной складки. И третий доступ – это акселярный, то есть разрез подмышечной области. И под большую грудную мышцу происходит установка имплантата. Практически при всех данных доступов повреждение самих тканей молочной железы минимально, соответственно и в последующем это не должно приводить к каким-либо нарушениям при грудном вскармливании. То есть молоко должно вырабатываться, ну и, соответственно, кормление должно происходить без каких-либо осложнений. Из всех этих доступов, наверное, самый такой травматичный – это всё-таки переалярный доступ, потому что здесь могут повреждаться нервные окончания самой ареолы, что в какой-то степени может затруднить в последующем выработку молока в начальной стадии грудного вскармливания. Но, опять же, это не всегда происходит, опять же, нервные окончания не регенерируют, нервы прорастают и всё равно, я думаю, что нарушение явного при кормлении грудью не произойдёт. Ну и второй пол операции – это уже более травматичная операция, которая объединяется общим названием «мастопексия» или «подтяжка молочных желёз». При данном виде операции производится перемещение как самих тканей молочной железы, так и ареолы в другое положение. Ну и, конечно же, при этом повреждаются и млечные протоки, и нервные окончания, а если производится уменьшение молочной железы, то удаляется и часть самой железы, и жировой ткани молочной железы. Всё это в результате приводит к перестройке железы. Очень часто после таких операций мы наблюдаем нарушение грудного вскармливания. Как понять, можно кормить грудью или нет после такой операции? Ну, это можно оценить только, когда молоко придёт, когда женщина попробует кормить грудью. Ну и, соответственно, если возникнут какие-либо проблемы в виде лактостаза, либо мастита, то, к сожалению, грудное вскармливание придётся прекратить и вводить для кормления определённые прикормы. Итак, дорогие друзья, я вам рассказал о грудном вскармливании после проведения мамопластики. Если у вас остались какие-либо вопросы по этой теме, пожалуйста, пишите их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Вам хочу ещё раз напомнить, что если вы пройдёте по ссылочке, который придёт к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Здоровья и удачи! Увидимся в следующих выпусках.